Еще одно ЧП с участием детей произошло в Первоуральске. Несколько подростков 12-14 лет оказались в больнице после употребления внушительного количества алкоголя. Двоих из них даже пришлось поместить в реанимацию. Как несовершеннолетним удалось достать спиртное, расскажем в сюжете. Компания подростков отдыхала здесь, на берегу Пилинского пруда. В какой-то момент раздались крики, началась паника. Женщина в этот момент начала звонить в скорую и говорить о том, что здесь подростки что-то принимают, что-то они в неадекватном состоянии. Девочка лежит, у нее пена изо рта идет. Очевидцы говорят, пока одной девочке пытались оказать помощь местные жители, другие подростки пытались убежать, а потом и вовсе прыгнули в воду с пирса. Взрослые бросились за ними на лодке, боясь, что дети утонут. Тем временем другим подросткам из компании становилось хуже. Две девочки, одна рядом с ними на ногах была, две лежали. Водители остановились, вызвали скорую. Местные говорят, подростки приехали в микрорайон Пильный на автобусе еще днем. В транспорте вели себя адекватно. Три девицы сели, мы напротив с ночкой. Они ехали, два парня, они выскочили, пришли вот туда купаться, и человек 10 было. Они ехали трезвые, совершенно трезвые. Они ехали вообще в автобусе трезвые. Шутили, так вот все было, у девчонок нормально. Но, видимо, что они неплохие девчонки, и дети неплохие. Как выяснилось позже, алкоголь они употребили уже на пруду. Спиртное купила 20-летняя знакомая одного из подростков. Ее полицейские задержали несколько часов назад. Вначале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива. Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки, а еще чуть позже бутылку коньяка. Бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива. А из закуски всего одну упаковку печенья на 11 человек. Четверых пострадавших на скорой доставили в детскую городскую больницу. Двоих в тяжелом состоянии сразу отправили в реанимацию. Удалось найти оставшихся шестерых детей. У всех детей были взяты анализы крови и мочи. Уже в 7 утра на сегодняшний день стали известны эти результаты. У 7 человек обнаружен этанол, метанол и психотропные вещества не обнаружены. Уже днем детей, которые провели ночь в реанимации, перевели в педиатрическое отделение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Часть из них уже опросили в полиции, так же как и девушку, купившую детям алкоголь. Тем временем в прокуратуре организовали проверку. В том числе будет дана оценка действиям родителей в связи с недлежащим воспитанием и содержанием несовершеннолетних. То есть родители должны были осуществлять контроль за нахождением своих детей. Они должны были знать, где они находятся, чем они занимаются. По информации правоохранителей, все пострадавшие подростки из благополучных семей и на учете в ПДН не состояли. Родителям грозит административный штраф, как и девушке-снабженцу за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Дмитрий Соляков, Андрей Волков. Новости Первоуральск.